вот расширяю территорию своего птичьего двора и дошел я вот до этого угла вот у меня вот так примерно будет но это скажем так в рабочем все это виде потом я даже покажу как и растала красиво и вот у меня здесь три куста смородины растут вот про них я хочу рассказать кусты были старые запущенные вот видите вот это даже один вообще без без подпорок сейчас его приподнял его чтобы с ним поработать и обращаю ваше внимание что он у меня без подставок вот он без подставок а вот здесь у меня по моей технологии я садил здесь смородину в шины так называемо да вот она у старая эта технология уже но шины они будут отсюда убираться со временем сейчас вот ягода созреет я сниму ее и шинара буду убирать ну во первых потому что хочу использовать эту территорию для других целей они для выращивания смородины ну и и во вторых скажем так не тут люди сказали про шины что они очень вредные я им верю и более того даже какое-то постановление правительства было что за шины во дворах виде клумб шины виде клумб будут штрафовать жкх что там 4 класс опасности ну вот я буду еще раз послушать я их буду убирать их даже не победил сегодня ну пойдемте вам покажу еще свое кое-что это мой птичий двор вот он от огорода такой вот сеточкой огорожен огород огорожен и птицы гуси утки индюки куры здесь ходят так кузуаров и страусов он видите даже индюки сидят наверху кузуаров и страусов я не развожу еще такой вот момент у меня вот в таком вот еще я сажу 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 смородину в таких вот бочках старых бочках и я не первый раз показываю свои свой метод посадки смородины и отвечаю сразу на частые на более частые вопросы вопрос первый самый частый влияет ли такой способ посадки на плодовитость дерева нет не знаю не знаю я не замечал что у нас сильно большая что сильно маленькая второй вопрос не вымерзает ли корни при такой посадки вот посмотрите диаметр шины 400 миллиметров примерно там внутри и вот у меня знаете у меня вот в этом месте по реке дует зимой ветер и вплоть того что же бывает у меня вымерзают вот видите вымерзают деревья раз в семь восемь лет но смородина у меня никогда не вымерзала то есть этот этот способ не влияет на продуктивность смородины но и он так разорался но он не допускает вымерзания корней смородины но теперь я делаю немножко по-другому скажем так экологически вот смотрите я просто вам покажу в процессе этот смородина куст смородины хороший и вот постепенно я значит обрезками своего дерева делаю ящик тоже на 400 и вот сейчас я вот заложил его землей перегноем всякий каким-то ссором и сейчас вот до сюда сейчас буду поднимать его выше сейчас секундочку вот так вот я нарастил еще 15 сантиметров высоты я поставил на шурупы потому что потому что вы знаете гвозди сотка в килограмме их 105 штук при цене рубль сорок это получается это рубль пускай даже в рубль сорок одна штука стоит гвоздя на сборку вот это вот верхнего ряда 1 у меня ушло 10 шурупов если они стоят копеек то получается 6 рублей а так надо было бы отдать рублей 14 ну как бы пустяк конечно но если их много-много и вообще если вы экономите деньги то лучше вот так вот делать ну еще раз еще какой момент я планирую поднять это ну где-то на метр на метр и получится такое знаете ли смородинное дерево я вам его потом покажу но что самое главное для чего во первых во первых это нам не нужно подвязывать это это дерево это это смородинный куст потому что он будет всегда над поверхность земли возвышаться на метрах полтора как мы поставим ну и увеличение площади питания за счет того что стволы смородины дают дополнительные корни вот как то так дело это не торопливое но у нас есть время так же как у западных отрогов восточных стоян конечно не миллион у нас лет но все равно время у нас есть западные отроги восточных стоян река енисей сибирь июль 2021 года